здравствуйте друзья мы находимся в известном вам офисе у нас с вами два гостя вот один тут так покрупнее а другой вот слева находится пошире пошире но поменьше картинка вот picture in picture ну давайте мы с основного гостя вот представляйтесь здравствуйте меня зовут максим кутузов я совладелец и генеральный директор компании performance lab в москве в москве да наша компания performance lab в москве и в россии сейчас сейчас является одной из самых крупнейших компаний которые занимаются тестированием нас в россии сейчас более 350 человек нашими клиентами в россии являются почти все крупнейшие банки телеком ритейл много заказчиков из госсектора то есть вы действительно специализируетесь в performance тестинг или просто название название взято из того что мы изначально когда стартовали нашу компанию в 2008 году мы с моим партнером нас два основателя компании мы собирались заниматься только вопросами производительности то есть все то что связано с тестированием производительности с нагрузочным тестированием с тюнингом но потом где-то через полтора два года мы поняли то что пора уже как-то переходить к полному спектру услуг в области тестирования и мы стали таким полноценным кей и провайдером мы стали заниматься функциональным тестированием ручным автоматизированным мы стали заниматься позже юзабилити тестированием security. То есть вы с полупроводников перешли на проводники в целом? Ну, можно так сказать, да. Хорошо, давайте второго гостя. Значит, второй гость у нас не первый раз уже на канале, но давно было последний раз. Вот, представляйтесь. Меня зовут Дмитрий Смирнов. Я в Силиконовой долине примерно уже больше 22 лет. Работал здесь во многих IT-компаниях, телеком-компаниях, крупных софтверных провайдерах. То есть я занимаюсь именно предоставлением quality assurance service. А вот что у вас вместе? Они вместе к нам пришли в офис? Вы откуда знаете? Очень интересно получилось, что когда порода своей деятельности в компании мне нужно было провести перформанс-тестирование, первое, что я сделал, просто залез в Google и напечатал. Перформанс-тестирование. И на первой же странице у меня выскочило несколько компаний, там из Индии, из Силиконовой долины, пару индийских компаний выскочило. И увидел как раз перформанс-тестирование. Единственное, вот сразу, то есть написал какое-то чутье такое. Надо срочно связаться. Буквально сразу мне ответили. Вот. Буквально через 2-3 дня мы сразу сделали видеоконференцию. Я познакомился с Максимом. Вот. С ребятами со всеми. Начали работать над Proposal. Очень, очень грамотно была составлена вся документация. Вот. При том, что они не привыкли именно с западным заказчиком работать. Они привыкли с российским. Да, да. Но, тем не менее, тот способ, как бы, как они вам делают предложения, было то, что надо. Да. То есть мы, по-любому, с project-менеджером очень плотно контактировали в течение там нескольких дней. Я объяснил, что мы хотим, как мы хотим. И был грамотно составлен Proposal, который он потом предоставил нашей компании. И, в общем, отсюда все и началось, скажем так. Я могу сказать, как третий участник беседы за кадром, я хочу сказать, что у нас такой интерес совместный возник в связи с тем, что, поскольку люди тестируют, а мы производим тех, кто тестирует. И у них такое движение сейчас идет на американский рынок. Вот я хочу, чтобы вы об этом сказали. Вот вы в Москве, вы там чуть ли не в двадцатке европейских крупнейших по этой части. То есть что вас движет? Просто желание больше бизнеса? И что такое должно случиться? Чтобы люди сказали, у нас большая компания, а мы еще куда-то сейчас пойдем вообще в другую страну. Да. Если взглянуть на основных игроков в области QA в мире, то они все сконцентрированы где угодно, только не в России. А те редкие компании, которые занимаются QA в России, почти никто не работает с российскими заказчиками. Если взглянуть на тот же World Court Report, который делает Соджити и еще там какая-то другая компания. Это публикация такая? Публикация, да. На нескольких десятках страницах исследований рынка QA в мире. То есть там есть все страны, кроме России. Россия – это белое пятно. Надо пойти почитать. Я пришлю. А так просто не найдешь. Так вот, там Россия – это белое пятно. То есть если посмотреть на QA в мире, то для игроков в мире России просто нет на карте. А вот давайте я вас спрошу, как тамошнего человека? Я просто отвечаю на вопрос. Да, извините. И мы поняли то, что, во-первых, нужно как бы засветить Россию, что в России тоже есть QA. И мы, как российская компания, которая работает пока лишь исключительно только с российскими заказчиками, достаточно успешная компания. То есть у нас там нет ни рубля, ни цента заемных средств. Там полностью все шесть лет живем за свои деньги. Мы просто решили выйти уже на мировую арену и стать глобальным игроком. И мы начали наше движение вот в этом направлении с американского рынка. Потому что американский рынок, он уже очень-очень зрелый. Причем очень давно. Здесь как бы не нужно тратить много энергии на то, чтобы объяснять, что такое QA. И мы как бы верим в то, что развитие нашей компании в глобальном плане успешно начнется именно с Америки. Поэтому мы здесь. Вот такой вопрос. Какое-то время назад, ну может быть пару месяцев, я прочитал, что министр связи Российской Федерации, я не помню его фамилии, он сказал, что вот у нас там есть в России полмиллиона программистов, а не хватает нам еще полмиллиона. И я вот, первая мысль у меня была, что же они там эти полмиллиона программируют? Или, наверное, он их программистами называет не именно программистов, а может быть как-то в обобщенном таком смысле. Типа компьютерщики. И если бы, допустим, сегодня, вот вы приехали в Америку, и сейчас вам заказы посыпятся, и вам нужно нанять, я не знаю, там 10 тысяч человек в Российской Федерации. Вы сможете? Или вам придется их учить, или нанимать, скажем, админов и учить тестированию, или нанимать, может быть, там, я не знаю, прямо из университетов и учить тестированию. Вот 10 тысяч человек нанять. Я скажу, что, во-первых, в России есть компании, в которых работает такое количество программистов. Но вот эти компании, в том числе, занимаются разработками ПО, в том числе для госсектора, для того же Никифорова, министра связи. Если взять тот же Ростелеком, то там работают очень много сотрудников, которые занимаются разработкой СМЭВЭД, системы межведомственного электронного взаимодействия, ряда других систем. Сейчас одна или штука история с электронным производством занимает сколько и ресурсов, и денег, и времени. Поэтому, в принципе, IT-шников грамотных в России много. Но вот Россия, мне кажется, всегда как будто славилась грамотными специалистами. Чего стоит одна или штука история с тюменским хакером, который взломал Google Chrome, и получил там потом от Google приглашение на работу. А потом вы арестовали, да? Нет, нет. Потом ему, когда он получил приглашение на работу, он как бы в английском не силен, потом еще сам и стер письмо. На самом деле, вот, не получил такой прекрасной возможности. А то бывает, пригласят хакера, а потом арестуют в рапорту тоже было? Ну, не знаю. Но, по крайней мере, вот он сейчас тоже с нами в нашей команде работает. Вот, у нас есть отдельный в Темене. Хорошо. Тифон Фабс Бизн называется. Вот. Ну, не знаю, там взять 10 тысяч сотрудников. Да, если заказ будет, то я думаю. То есть, найдутся ли? Можно будет сдать. Тем более, что я вот читал, мне более чем, там, не знаю, там, день-два назад публикацию о том, что количество ищущих работу специалистов в IT-сфере сейчас в России увеличилось. Ну, немного. То есть, там, кто-то в ожидании, там, не знаю, сокращения воеваний, кто-то просто считает, что приз, там, время, возможности. Я понял. Появился народ на рынке. Да, но действий еще там много, конечно, вот. Но еще раз скажу то, что мы, как Performance Lab, мы сейчас планируем развитие в Америке, то есть, мы будем перерастать именно американскому уже сегменту. То есть, мы будем здесь занимать людей, мы будем здесь искать специалистов, которые будут заниматься тестированием, также будем задействовать российские ресурсы. То есть, у вас есть с кем начать, поскольку 30-50 человек в России сидят, а дальше будете перерастать местными? То есть, наша стратегия развития здесь, это мы сначала планируем выполнять заказы российскими нашими специалистами, и потом уже плавно переводить, строить там другие офшор-центры тестирования, может там в странах СНГ, может там еще где-то. А вот такой вопрос. Я часто вот вижу людей, которые даже в айтишном бизнесе, стартаперы какие-нибудь и так далее, и вот я им говорю, а чего вы, например, регистрируетесь в США? Вот они приезжают, регистрируют корпорацию там и так далее. И почти все так, они как-то мнутся немножко. То есть, если что, вы не говорите, если что, но они как-то говорят, вот могут отжать, могут что-то наехать, могут как-то обидеть. И вот как-то были такие случаи, говорят, что там наезжали на стартапы айтишные, и как-то их фактически грохнули и так далее. Вот вы как-то комфортно, если у вас такие большие заказчики, как вы говорите, по идее вы должны комфортно себя чувствовать всякими органами, которые могли бы обидеть. Я вот тоже такие истории слышал, но мне кажется, что это для меня какая-то просто параллельная реальность. Никогда у нас не было никаких проблем ни с какими органами, никто к нам никогда не приходил и не пытался нам объяснить, что мы кому-то там что-то должны, потому что мы там что-то делаем неправильно. У нас компании существуют, как я сказал, с 2008 года. Мы уже относимся к компаниям среднего уровня по категории, то есть это уже немалый бизнес. То есть у нас наоборот сотни миллионов рублей. Но чтобы там кто-то приехал и чтобы кто-то что-то объяснил, у нас такого ни разу не было. А вот никто не пытается ничего отжать, и то, что мы сейчас зарегистрировали здесь, это исключительно мотивация завязана на том, что мы хотим расти глобально, для того, чтобы работать на американском рынке, необходимо, чтобы было американское юридическое лицо. Точка. Никаких там попыток... Даже если взять обычную выписку из единого реестра, единого государственного реестра юридических лиц, то можно там увидеть в числе совладельцев, меня как физическое лицо, моего партнера как физическое лицо, то есть мы там не строим никаких там обшорных схем, там владение, через владение. Ну пожалуйста, вот физлица владеет компании, пожалуйста, мы доступны, вот там мобильный телефон, вот там контактный совет. Поэтому нет. Таких проблем нет. Хорошо. Такой вопрос. Вот... Такой вопрос. В связи с последними событиями, скажем, последнего года, с санкциями, там, я не знаю, цены на нее, общая экономическая ситуация как бы. То есть я понимаю, что с одной стороны более дешевый рубль делает ваш сервис более доступным, например, за рубежом, если на доллар. Но в том смысле, в каком, я не знаю, сложнее или тяжелее там разговаривать с партнерами. Вот вы сейчас, наверное, разговариваете с людьми в Соединенных Штатах, которые представляют те или иные компании. И вы говорите, ребята, давайте нам ваш проект. И есть какое-то ощущение того, что они как-то так не очень доверяют или как-то опасаются или что-то? Я слышал разговоры, что там такая-то компания свернула айтишная, свернула свой департмент в Москве, другая компания свернула в Санкт-Петербурге. Вот что-то такое вы ощущаете или не очень? Если говорить про кризис, то мне кажется, что в России кризис сейчас еще только-только начинается. То есть он там еще не в полный рост пока. То есть еще пока рано об этом говорить. Если говорить, что мы сейчас ощущаем в Москве, то мы сейчас пока его не сильно ощущаем. Что будет через месяц или полгода. Но как бы в строительстве еще раз повторяю. Ну видно будет. Видно будет, да. А то, что происходит здесь, то я сейчас пока не пытаюсь вести какие-либо переговоры с компаниями ТОП-500. Потому что очевидно, что для них это будет играть роль. То, что мы из России. Но для тех компаний, с которыми мы сейчас встречаемся и ведем переговоры, да они как бы там знают какие там санкции, не санкции. Простые ребята. Да. Они говорят, что там вы как бы можете, да, качественно. Ну так давайте попробуем. То есть нет никаких. Здесь есть другие нюансы, которые там сейчас в новинку для тех, кто из России приезжает, в том числе и для меня. То есть тут есть определенный способ ведения переговоров. То есть тут надо как бы там иначе общаться чуть-чуть. Ой, расскажите пару слов. Ну... Из такого, что можно рассказать. Это просто... Ну, есть небольшая разница в менталитете, как вы понимаете. Ну вот. И просто нужно ее поймать и ей соответствовать. Понял. И все. То есть это не то, чему там... То есть то, что я сейчас сделал, какие выводы для себя, они работают только для меня. То есть это не факт, что там какая-то будет панацея. Мне кажется, что... Ну и ему повезло, что у него есть хороший товарищ здесь, который подсказывает ему, что хорошо. Ну я про себя, конечно. Может еще там третий... Дело в том, что вот как раз по вопросам к санкциям относятся. Да. У меня пару компаний, они работают с говерментом. И когда я им попытался предложить встречу с Максимом, что нужно, давайте, ребята, мы вам поможем. Первый вопрос был, откуда они, когда я сказал, что компания в России. Они сразу сказали, что у нас Китай и Россия закрыты. А Китай-то чего? Ни одной линии кода, ничего не должно быть написано ни в России, ни в Китае. Это табу для говермента, который прошел, допустим... Но не Индия. Нет, но Индия, это же у них там все открыто. Поэтому мы и не пытаемся сейчас идти в говермент. Поэтому да. Китай для меня неожиданно, честно говоря. А Китай, они же сами закрыты для всех, там даже Фейсбука нет. Там имеется в виду, что... И Китай, у них там есть управление, которое занимается этой информационной безопасностью. И они очень сильно следят, чтобы не было никого извне, в Китае. У них там все свое ведь. Я знаю, что в США полно-полно контор, которые занимаются тестированием. И вот в Сан-Франциско тут есть одна, просто чужого собственного. И есть одна очень интересная. У них 12 отделений по стране. Я их никогда не слышал, пока случайно на какое-то видео на Ютубе не наткнулся. И мужик здорово рассказывал. На хорошем английском. Понимаешь, без русского акцента, без индийского акцента. Просто на нормальном английском, это редкость. Хорошо рассказывал в протестировании. Я включил в список для просмотра нашими студентами. И я думаю, надо же, неизвестные никому люди, там 12 отделений по стране. Я не знал. То есть это бизнес... Она большая? Она большая конкуренция. Поэтому здесь можно как-то на рынок выходить и бороться, толкаться локтями. При этом тут не нужно делать никакой деппинг. То есть мы для себя, на самом деле, когда у нас спрашивают наши потенциальные заказчики, в чем у вас value proposition, в чем вы отличаете от других. Совершенно точно я для себя понимаю и доношу эту мысль для всех заказчиков потенциальных, что мы особенно сильны в сложных видах тестирования. Сложные виды тестирования, то, что мы имеем в виду, как и говорим, это тестирование производительности, нагрузочное тестирование, все то, что связано с поиски узких мест, преодоление этих узких мест, системный анализ и так далее. А второе – это автоматизация. То есть автоматизация рознь и можно автоматизировать тестирование каким-то одним способом, а можно сделать так, что при этом ты еще и сэкономишь 90% трудочасов при последующих изменениях. При модификации кода. Да. А если речь это про какую-нибудь большую распределенную систему с кучей интеграции внешних систем и так далее, то грамотная автоматизация – это уже становится решением очень большого количества проблем. То есть вы фактически работаете в такой нише рынка, где и конкуренции-то нет. Потому что за такую сложную задачу вообще мало кто возьмет. – Смотрите, в России у нас в принципе немного конкурентов. Есть 2-3 компании. А здесь я еще пока не понял этого. Мы сейчас только-только прощупываем рынок. Но я очень надеюсь, что специализация на сложных видах тестирования нам позволит себя от других отделить, чтобы не стоять в одной очереди. У меня мысль даже коммерческая возникла. Знаете, вот эта еврейская закрутилась, сразу закрутилась. Я бы пошел к маленьким тестирующим организациям, которые мелочевку тестируют, и сказал бы, мужики, если будет крупный проект, давайте мы с вами поделимся. То есть ваш заказчик, а так они, может быть, не возьмут сложное, потому что не могут, а так давайте на нас. Что-то такое. То есть они могли бы принести какой-то написать? Они уже истебли, что у них уже много клиентуры. – Спасибо вам за такое предложение. Это, на самом деле, интересно. И вот я хотел бы воспользоваться возможностью обратиться ко всем, кто смотрит нас, и сказать, что так как мы сейчас находимся в стадии очень активного развития бизнеса здесь, то я буду очень рад использовать любые возможности, которые нам помогут продвинуться. И я абсолютно открыт для всех идей, для всех предложений. Если кто-то кого-то знает, у кого есть потребности, или кто-то кого-то знает, кто очень крутой тестировщик. – То есть если человек скажет, ребята, возьмите меня в Москве, в Тюмени, возьмите меня в Америке или что-то, я интересуюсь. – В Москве, в Тюмени, в Ужевске мы еще присутствуем, да, обращайтесь. – Ты можешь адрес знать, веб-сайт, пусть люди заработают. – Я просто сейчас говорю про нашу американскую часть бизнеса, что сейчас вот мои приоритеты, то есть я уехал сюда, чтобы заниматься родителем американского. – Давайте это уточним. Все-таки вас сконтактировать как? Прямо через веб-сайт или есть email или что есть? – Конечно, да, у нас есть сайт для русскоговорящей аудитории – это www.performance-lab.ru, а для англоговорящей аудитории то самое – только .com. А там уже есть email там или… – Там все и адресы, и email. – Да, давайте мы контакты подпишем под видео. – Под видео. Хорошо, у меня карточку оставить какую-нибудь. – Ну и все. – Я подпишу. – Потому что на самом деле у нас по абсолютно любой теме, вот о чем только разговор, у нас всегда есть кто-то, кто хочет пообщаться, там говорит, а как написать, а как найти. Вы, может быть, знаете что? Вы, может быть, глянете на комментарии, там что люди в комментариях там что-то такое пишут. – С удовольствием. Поэтому, если у кого-нибудь есть хоть какие-то идеи, кто как может быть полезен, мы с удовольствием вступим в общение, мы открыты ко всем предложениям, ко всем идеям, как и по работе у нас, так и по сотрудничеству между компаниями и компаниями, так и по сотрудничеству как с заказчиком. – Слушайте, а вот тот вопрос, который я задавал, так я его сейчас переверну в другую сторону. – Я переверну ответ. – Вам вот в Москве не скажут, ты чего это вот там с этими дружбу заводишь, там какую-то коммерцию, мы их не любим, у нас вот по телевизору про них всю правду рассказывают, а ты вот едешь туда уже двадцатый раз и чего-то там пытаешь наладить. Так не скажут. – Ну, говорят. – То есть, да? – Да, но вы частная компания… – Я не знал. – Мы частная компания, у нас нет никакой другой цели, кроме как стать крупным глобальным QA и сервис-провайдером и заработать деньги. – Почему же, допустим, нефтяным компаниям не говорят, а что вы в России нефтищите, а потом поехали в ЮАР, там тоже нефти скают. – Я на самом деле думаю так, что если они живя, работая в Российской Федерации приносят доллары в страну, это, господи, надо было бы всем компаниям поставить какую-то процентную норму, что там не меньше десяти процентов выручки в валюте, например. Так, конечно, в этом же есть богатство страны. Что же? Я просто понимаю, что может быть информационный фон такой, что как-то люди могут негативно воспринимать. – Ну, вот с точки зрения, допустим, вот той ситуации, как Максим открывает, расширяет свой бизнес сюда, в Америку, я считаю, наоборот плюс. То есть, ребята, инженеры, если появится больше контактов и контрактов здесь, то, соответственно, больше работы пойдет туда. То есть, и ребята там будут больше заняты, и набираться будут дополнительные рабочие места, а наоборот – это даже плюс и для России, и для Америки. Здесь контракты, здесь… – Ну, если мы это понимаем, я не то что… – Да. – Нет, это просто для того, чтобы сказать, что наоборот, при благополучном развитии бизнеса здесь, соответственно, будут дополнительные рабочие места, инженеры… – Ну, не говоря уже о том, что на самом деле, как бы, тяжелые времена в отношениях между странами, они приходят и уходят тоже. – Конечно. – Они как-то приходят, так и уходят. – То есть, такой упрек можно было бы в том, что он озвучит, если бы мы там все продали бы, там уехали бы. Да, но мы-то уехали с тем, чтобы там компанию растить, вот, и мы очень далеки от политики, мы туда не лезем, и компания частная, нет у нас никаких совладельцев, которые были бы близки к политике, поэтому… – Ну, если там кто-то искал, с такой упрек, ну, и бог с ним. – Ну, дай бог здоровья. – Да, бог здоровья. – Мы демократическая страна. – Хорошо. – Принимаем. – Ну, что же, ребят, спасибо, что вы так согласились это видео записать, что некоторые приходят, особенно, знаете, у меня проблемы с девчонками симпатичными. Некоторые симпатичные и отказываются сниматься. Вот это вообще возмутительно. – Возмутительно. – Возмутительно. – Да, да. И вот тут у меня один зритель даже говорит, что там сидел на работе, кто-то журнал красивый принес. И там девки такие, израильская армия, такие мордатые, глазастые, боевые девки. И он листает и говорит, так вот, такой журнал красивый, думаешь, то ли Голливуд, то ли Портнов Computer School. У нас девчонки очень симпатичные и, значит, отказываются. Так что хорошо, что вы такие общительные, но вам положено, вы как бы люди бизнесовые. – На самом деле, я думаю, можно будет сделать ещё одну какую-нибудь тематическую передачу, где, допустим, Максим поподробнее расскажет именно о тех методах тестирования, которые покрываются там. – Я с удовольствием, на самом деле, привёз бы, ко мне скоро приедет в командировку один из наших сотрудников, которые как раз у нас возглавляют направление автоматизации нашей компании. – Ой, как интересно! – И, например, можно было бы совместить с предполезным – Пару слов по поводу автоматизации. Когда мы начали работать с Максимом, как раз их ребята очень грамотные, они в пропозере мне написали, что если мы будем делать так, как вам сейчас надо, то проект займёт примерно три-три с половиной месяца. – Да. – А если мы напишем свой фреймворк, проект займёт примерно полтора-два месяца. – Ну, так и должно быть. – Правильно. И дело в том, что сам проект уменьшается, и компания выгодна, что не так долго он идёт. И если вдруг нужны будут какие-то изменения с помощью этой фреймворка, очень быстро всё это меняется. – Слушай. – Поэтому они адаптируют именно так, как клиент хочет. – Я вам расскажу смешной случай. Я катался по полу от смеха. Это было году в 95-м. Школа ещё так начиналась. И так получалось тогда, что наши педагоги сталкивались на рынке с нашими же выпускниками. И там был такой случай. Значит, был у нас такой очень известный человек на местности, Серёжа Каменцев его зовут. Он программистом был в Москве, а тут такой автоматизатор был большой. И вёл у нас это дело. И он приходит на интервью. Ему менеджер. А там менеджеры вообще ничего не понимали. 1995 год. И менеджер ему говорит, вот сколько тебе нужно времени, вот проект, чтобы написать первый тест-кейс автоматический. Запустить. Ну и Серёжа начинает соображать, надо фреймворк сделать. Там библиотеки написать, там ещё что-то. Он говорит, ну за месяц справимся. Он говорит, ну а сколько ты хочешь? Он говорит, ну да, 50 долларов в час. Ну хорошо. Потом приходит выпускник наш, свежий. Вот только вот он. Тот ему говорит, сколько тебе нужно времени, чтобы написать первый тест-кейс автоматический. Ну тот соображает так, ну надо сделать рекординг, там пять минут, модифицировать его, но ещё десять. Он говорит, ну за час запустим. Он говорит, а сколько ты хочешь денег? Он говорит, ну там 25 долларов, там договорились. И менеджер ему говорит, представляешь, ещё один ханурик приходил. Он говорит, ему месяц нужно и хочет в два раза больше денег. Ну да, здесь вопрос подхода. Ну конечно, поэтому они вам конечно... Сколько времени вам второй тест напишет? Тоже другой. 101-й. Да, а больше того, сколько нужно будет времени, чтобы внести изменения, когда что-то поменяется. А потом второй уволится и... Придёт первый и заново будет всё переделывать. Да. Ну слава Богу, мы сейчас в другом мире живём. То есть сегодня не надо объяснять. Ну да. Сегодня все понимают, конечно. Ну что же, значит, давайте вот что... Вы же часто наезжаете? Вот когда помещение снимаете, я вам поснимаю. Приходите в гости сейчас, у нас есть помещение. А люди там есть какие-нибудь уже? Потихоньку появляются... А далеко отсюда или где у вас? На Бауэрс. А, так и рядом совсем. Конечно. Шикарно, шикарно. А ну и я сейчас. Когда ты работал. Сейчас в Монтанве. Хорошо. Это очень близко. Там 15 минут. Ну что, хорошо. Приглашайте. Спасибо вам большое. Мы вас там поснимаем. И знаете ещё что? У нас очень много запросов от публики, которые нас смотрят. Они говорят, а покажите кампанию внутри. И я однажды снял в хорошей кампании. Google бы плакал от зависти там, что творилось внутри. Но потом мне говорят, вы знаете, что вы это снимите, а то как-то, значит, нехорошо получилось. Вот, говорит, как-то так вот. Я не знаю что. Так что, если можно показать кампанию внутри. Вот так вот. Люди сидят там, привет говорят. Было бы тоже здорово, потому что что-то так сложно в кампании снимать. Давайте, давайте. Всё, тогда договорились. Спасибо, договорились. Всё, спасибо вам, ребята. Удачи.